Всем привет, друзья! С вами сегодня Туриев, и мы продолжаем серию наших лекций из жизни привидений. Ну, наверное, именно так можно назвать эти видео, потому что давеча мы смотрели обзор на Москву, а сейчас у нас обзор на Гроссер Курфюрст. В последнее время не так часто стал встречаться уже этот корабль в бою, но, однако же, запрос все равно есть, и многие интересуются приобретать себе этот аппарат, или же все-таки не стоит. Сейчас мы с вами посмотрим на Курфюрстову в бою, прокатим его, ну и, конечно, обсудим плюсы и минусы этого корабля. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, прожимайте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не успели. Как всегда, немного истории в начале, друзья. Когда деревья были большими, и у немецких линкоров была только одна ветка, этот линкор Гроссер Курфюрст занимал место, которое сейчас занимает Пройсен, она же Прусси. Но стало очевидно со временем, с появлением более точных, более дальнобойных и мощных кораблей, что Курфюрст откровенно устарел. И, как минимум, единственным, пожалуй, хорошим способом побафать его геймплей будет установить у него более мощные орудия. Что, в общем-то, разработчики и сделали. Поставили пушки 457 мм калибром и отправили в ветку Пруссию. А Курфюрст вывели в акционные корабли. У кого он был, те его получили бесплатно. Ну, а те, кто его не получили, могут купить его за Украину. Итак, какие преимущества имеет Курфюрст в игре? Преимуществ, на самом деле, достаточно много, равно как и недостатков. Что лучше тут скрывать. Итак, вся ветка старых немецких линкоров, а именно так ее можем назвать, или старая ветка немецких линкоров, конечно, уступает ветке новой, потому что новые линкоры, они также обладают отличным ПМК, как и старые, но более динамичные, у них есть хорошие, мощные длиннобойные торпеды, и очень хорошая ремка, не такая вот здесь, как обычная ремка, а ремка специальная, как на советских линкорах, более быстро кдшящиеся, да, имеющие ограниченное использование, но на самом деле редко она кончается, и пользовать нее достаточно много. У Курфюрста нету ничего такого, есть обычные пушки, есть 406 миллиметров, некоторые люди предпочитают играть с этим калибром, есть 420, но все-таки я на немецкалибр беру немножко побольше, мне как-то немножко бы интереснее иметь чуть больше пробития, потому что здесь, в общем-то, если бы еще была какая-то разница, я не знаю, может быть, в чем-то, вот, ну, здесь небольшая разница в скорострельности, буквально 2 секунды, а уменьшенное пробитие и точности особо никакой это все не добавляет. Здесь я также использую супермодернизацию, она режет дальность стрельбы Курфюрста главного калибра, но бафает его противоминный калибр, да и, в общем-то, и главный калибр тоже в том числе. Почему так? Дело в том, что, ну, пожалуй, дальность стрельбы у Курфюрста это не самое главное, потому что на дальние дистанции он крайне редко попадает, он может стрелять, да, иногда попадает, но попадает крайне редко. Поэтому супермодернизация здесь себя вполне себе даже оправдывает. Что касается перков командира, я не беру здесь мастера ближнего боя, Почему? Потому что мне все-таки нравится чуть дольше жить, и, как правило, за бой 5 ремок я использую. Если вы не используете 5 ремок, тогда для вас это не столь важно. Обращаю ваше внимание, сегодня мы берем на рационный взрыватель осколочно-фугасных снарядов. Это бафает пробитие нашего БМК, но вместе с тем уменьшает шанс поджога. Вот мы с вами и посмотрим, насколько это эффективно, насколько это эффективно для немецкого линкора. Теперь давайте немножко по характеристикам, а то нас сразу унесло в командира. Для тех, кто вообще не знаком с немецкими линкорами, вы можете взглянуть на броню немца. Она впечатляет. Более того, скажу, что пробить цитадель у немецких линкоров могут далеко не все корабли, и для этого надо обладать калибром более 406-10 мм, чего, в общем, сейчас, конечно, не такая прямая редкость, но и, в общем, не так часто это встречается. Броня немцев напоминает собой такой слоеный пирожок, в который хорошо заходят снаряды, но не пробивают цитадель. Иными словами, пробивают какое-то количество брони, наносят базовый урон снаряда, а это можно посмотреть, сколько именно здесь. Это четверть от максимального урона. Вот у нас здесь стоит 13500, соответственно, четверть от этого урона наносится при пробитии, но не выбивают цитадель. Таким образом, немцы получают мягкий урон, они получают его много, но могут отойти, похилиться и вернуться обратно. Это ключевая история, то, что немец именно должен отойти, поремонтироваться, вернуться обратно. И в случае с основной вебкой и с курфюрстом, это не такая и простая задача, потому что, естественно, противник очень не хочет этого допустить и хочет как можно быстрее избавиться от нашего корабля. Что касается всего остального, ПМК здесь чуть-чуть похуже, чем на шлифоне, тоже вполне себе впечатляющий, 12,5 км в дальности. Есть авиаудар, средненькое ПВО, маневрность тоже весьма себе такое средненькое, и маскировка 15,9 против 12 с копейкой на шлифоне, в такой сборке. Можно ли здесь что-то поменять? Можно. Можете взять здесь систему борьбы за живучесть, может быть, здесь, в принципе, ну, наверное, брать особо смысла ничего нету, можем попробовать взять дополнительную хилку именно, но, честно говоря, от этого модуля пропу я особо пока что не наблюдаю. Теперь давайте, пока мы загружаемся в бой, чисто по-пацански и поговорим вообще, какие плюсы и минусы у этого корабля. Действительно, немцы, они простые, в том плане, что твоя задача просто подойти поближе, у тебя начнёт работать ПМК, и твоя задача тупо не сдохнуть за то время, пока у тебя эта ПМК работает. Если всё хорошо, жизнь твоя идёт прекрасно, то, собственно, так оно и происходит, твоя ПМК накидывает какой-то урон, ты за это время пытаешься там не померять всякими способами, чинишься, там, хилишься, ремаешься, разворачиваешься, убегаешь, и потом возвращаешься обратно. Такой план. Но в реальности всё это работает немножко иначе, и за счёт того, что корабль большой, крупный, уязвимый, сделать это не так-то просто. Вообще, основная беда немцев, вот этих вот толстых, которые старая ветка, это то, что им нужно подходить ближе, но возможности такой, особенно в начале боя, у них нету, потому что больно, и очень много дамаги приходит из торпед, из самолётов, из фугасов, которые издалека в нас летят. то есть, это большая, серьёзная, существенная проблема, подойти и потом развернуться и уйти на ремонт. Сможете ли вы это делать или нет, зависит от каждого конкретного боя. С одной стороны, можно поменять немножко ваш стиль геймплея, первые несколько минут вперёд не ходить, никуда не упарываться, ничего такого не делать, но вместе с этим обратите внимание на то, что если команда собирается поиграть в турбач, а она частенько это делает, согласитесь, у вас может, в общем-то, просто не быть дамаги, или же просто ваши союзники умрут, и, собственно, вы счастливо будете махать руками. Подождите, вернитесь, всё будет хорошо. У меня немножко сейчас проблемы с пыльком, но надеюсь, что нам это не помешает, по крайней мере, в общем-то, пинг это не самая главная проблема игры World of Warships, поверьте мне, даже с большим пингом здесь можно спокойно играть. Главное, чтобы союзники не тупили. Итак, мы с вами проходим чуть ближе, стараемся подойти и смотрим на противника, что у нас здесь. Мусаша, Бисмарк, возможно, Козак тоже подойдёт. Козак неприятно, но не очень смертельно. Что же нам неприятно? Неприятно вообще на самом деле все торпедные истории по той простой причине. Давайте скажем, что мы ему поможем. А где эта кнопка? Так точно. Вот. потому что у нас есть теоретический способ обнаружить торпеды, имеется ввиду наличие гидроакустики, но практически способа от них уйти может сказать, что и нет. Пойди, наверное, сейчас сделаю. О, здрасте, да это Гронинген. потому что из-за потому что из-за подождите, из-за огромнейших размеров корабля реально куда-то быстро и динамично ретироваться это в общем такая себе непростая задача. Поджигательная здесь Гронинген, ну и пытаться что-то с этим сделать пока что я не могу, все равно свечусь. Сантандр, кстати, получил приличное количество дамаги. Вот сейчас можно будет заюзать хилку и я думаю, что точнее ремку я думаю, что мы с вами сейчас попробуем дать немножко в эту сторону. Я, как видите, сделал то, о чем говорил. Я отошел назад, получивший некоторое количество дамаги. Десяточку мы с вами откушали, но и вместе с этим, к сожалению, союзники здесь никакого плана не имеют. что с одной стороны, с этой стороны у нас Гронинген, но с другой стороны есть еще и Мусаша и много всего другого. А у нас остается здесь один-единственный похожий на то Советский Союз. И это, конечно, может быть определенным минусом для меня. Еще и наличие трешера. Вот это определенно существенный минус, потому что сами понимаете, подлодки это вообще не очень хорошая новость. Кидаем мы в ту сторону чуть-чуть подводных историй. Погибает Гронинген от торпеды Меркера. Похоже, не успеваю попасть в ту сторону. Я думаю, что можем мы, наверное, сейчас попытаться обнаружить трешера, но вместе с этим там, в общем-то, так достаточно большое количество того, кто мог бы это сделать. Наверное, мне сейчас было бы интереснее чуть подойти поближе. союз совершенно точно уже поиграл, потому что естественно количество стреляющих в него не отпустит его оттуда. да, вот где-то здесь находится как раз вражеский трешер. Ну что ж, почему бы и нет. Я так понимаю, что собирается он нас пристроить свои торпеды, но надеюсь, что они до меня здесь не дойдут, так или иначе. Попробуем немножко покидать мы в Мусаши. А мне по-хорошему надо выдержать залп Мусаши и развернуться, потому что висеть вперед опять же нет смысла никакого у нас здесь. Это для нас вообще абсолютно непрофитная тема. И мы сейчас с вами будем ждать, покуда у нас товарищ подлодковод закончит свою деятельность здесь. Не хочет он у нас идти вперед, оттормозился негодяй. Ладно, ладно. Все хорошо. Отклюзаем первую хилку. Ждем пока откодешится моя торпедная сбрасывалка и здесь еще немножко сейчас попробуем приложить торпед умедленно идущему трэшеру. Маневрирую здесь как умею. Мусаши кстати может сейчас очень больно нахвататься торпедов. Надеюсь, что это и произойдет. сейчас немножко повыше ему забросить. С одной стороны конечно можно было бы и по йове жахнуть, но надо все-таки минуснуть вражеский линкор. У нас не так много тут и народу остается, как видите. А за мной идет очень неприятная лодочка, которая собственно вот она здесь. И она собирается мне еще торпедов и накидать. А я тут как видите стараюсь вместе с тем маневрировать, чтобы эти торпеды не поймать. Ну и идущая борта майова мне кажется это прям очень шикарная для меня цель. Единственное, что надо бросать немножко в шанр чуть-чуть по углу идет. Так, я надеюсь, что да, подлодка вражеская отправилась на дно. А мы сейчас с вами нам бы ой-ой-ой-ой-ой торпедов бы не поймать здесь. Посмотрим. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти ну, 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 нормально. Могло быть уже нормально. Не пробили мы Айову. Айову сейчас пойдет вперед. Пробуем мы еще немножко приложить по Айову. Может быть да, даже может быть успеем чуть-чуть довернуть здесь корпус. В принципе не так все и страшно с этой стороны происходит. Нам бы сейчас главное немножко развернуться красиво и все было бы хорошо. Итак, Так, как видите, медленно и неторопливо принимаем мы урон от вражеских кораблей. Тем самым живем счастливо, долго и, в общем, очень даже неплохо. При этом не получая слишком много дамаги. Это дает небольшое пробитие по нам. Бисмарк мы прилетаем в качестве цитадели господину Айове. Ну, Айове сейчас пойдет прятать свой корпус. И мы с вами, в принципе, чувствуем себя пока достаточно комфортно здесь. Главное сейчас вылезти из-за горы. И, в общем-то, я думаю, что покуда все будет достаточно хорошо. Тем временем, покуда Айова забирает точку, это меня полностью сейчас устраивает. Вообще, нам здесь торопиться смысла особо пока никакого нет. Еще неизвестно, где находится Козак. Габ у меня в КД. Чуть-чуть дадим времени нам на ремонт. Но и вместе с этим, конечно, тянуть сильно с долгом не стоит. По той причине, что, сами понимаете, урон сам себя не нанесет. Ага. Здесь уже стрелять-то все вам придется. Главное, не поймать эти жалкие четыре торпедки от Козака. В принципе, проблем быть не должно. С одной стороны, с другой стороны, у нас здесь погиб наш последний меркер. И поэтому с Козаком, конечно, все будет не так красиво, как хотелось бы. Но, с другой стороны, у нас все-таки есть Габ, который позволит нам чувствовать себя чуть более уверенно. А спереди Бисмарк. Проблем, в принципе, с ним быть особо никаких не должно. Надеюсь, что авианосец понимает, что ему нужно здесь там помочь. Всеми возможными способами. И, собственно, этим будет заниматься. Пока, опять же, не буду раскрывать свою позицию. У меня есть несколько секунд для того момента. До того момента. Точнее, пока Бисмарк подойдет поближе. Все, есть засвет, пошел. Ну и юзаем мы сейчас нашу хилку. Самое главное сейчас не проспать Козака. В принципе, я согласен, наверное, даже на таран Бисмарка. Только при том условии, что мы заберем Козак. Вот в таком размене я согласен участвовать. Ну, сейчас посмотрим. Даем 11 тысяч и дадим еще. Я думаю, что дадим. Торпеда по правому борту. Казак выходит. Выходит Казак. Там, в принципе, все нормально у нас с той стороны. Я думаю, сейчас нормально отработает наш ПМК. Мы не успеваем развернуть главный калибр. Мне еще лагает тут адски. Но это все не важно, друзья. Это все детали. Юзаем ремку. Юзаем ремку. И сейчас будем добивать господина Бисмарка. Дадим по нему на 13 тысяч. Еще мы чуть-чуть попытаемся дать вот в этого Казака, который здесь у нас. Черт, его сейчас не видно будет. Не видно будет Казака. Забираем мы Бисмарк. И вот теперь у нас есть полный шанс для того, чтобы Казака их подзабрать. Пока. Ага, замечательно. Ну что ж, друзья. Я думаю, что наш бизнес мы здесь сделали. Можно, с одной стороны, взять точку, но я думаю, что там есть куча ребят, которые справятся с этим ничуть не хуже моего. А мне бы, наверное, сейчас чуть больше пригодилась бы помощь в плане ПВО. Ну, я реально, я не успею взять точку, да и смысла особо в этом никакого нет. В случае, я поставляю по Чикалову здесь немножко. Буду я очень благодарен нашему Авиководу, если он меня чуть-чуть хотя бы прикроет. Все-таки, видимо, не хочет. Хочет меня заставить таки не ходить на захват. Просто, ну, это очень может оказаться болезненно для меня. Если будет пытаться заходить на меня вражеский авианосец, придется, видимо, все-таки точку брать, потому что 34 тысячи ХП. Это не те хитпоинты, с которыми можно игнорировать Чикалова. Он уже и в эту сторону сходил, и в ту сторону. Он явно хочет на меня заехать. Просим еще раз ПВО авианоса. И закидываем налево наши... Ну, да, все-таки он, видимо, пристроит мне какое-то количество своих торпед. Возможно, конечно, не так много. Но какое-то количество забросит. Да, как минимум две штуки в нос. А, нет, не успели они взвестись. Чуть-чуть он ошибается здесь. Дает нам авианосец ПВО. Хочу все-таки успеть пострелять. Я чуть-чуть почекал его. Возможно, мне удастся это сделать. 282 попадания мы наносим. Тем временем 170 тысяч урона. И вот он. Вот он, друзья. Вот она наша, так сказать, законная цель. Вроде на месте он стоит. Ну, сейчас уже можно получить урон. Я, в принципе, не обижаюсь на Чкалова. Даю ему возможность немножко по мне покидать. Однако, не успевает он сделать это на 100%. И, к сожалению, для себя... Авианосец противника уничтожен. Да, заканчивается. Три фрага, друзья. 200 тысяч урона. Хороший бой. На мой взгляд, очень неплохой для рандомного боя. 144 тысячи главным калибром мы наносим. Ну, и сами по себе урон от противоминки не такой уж и большой. 30 тысяч вспомогательным и 22 тысячи дополнительно. Я думаю, конечно, на шлифе не мой урон был бы выше. И за счет торпед. Но и за счет всего прочего. Однако, в общем-то, то, что мы с вами видели, вполне себе комфортно играется на нынешнем. Курферси 400 тысяч серебра плюс экономический комплект 600 и 130 тысяч на ремонт. Это вполне себе даже практически фарм. 463 тысячи серебра. Таким образом, друзья, реализовав главную фишку, это подойти, отойти и вернуться, мы с вами имеем возможность на Курферсе тоже вполне себе неплохо играть. Однако, достаточно опасная игра, если вы сильно будете идти вперед, и без поддержки союзников может для вас закончиться весьма и весьма плачевно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Турямбыч. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok